МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите вечерний разговор. Писатель Вениамин Каверин, автор романтичного и приключенческого романа Два капитана, которым зачитывались во времена моего детства практически все мои сверстники тогдашние, в свое время сказал, правду трудно доказать именно потому, что она не требует доказательств. Возможно, в те благородные времена завоевателей, полярников, первооткрывателей, северных морей, оно так и было. Иначе, мне кажется, сегодня. Сегодня как раз правда, как и добро, должно быть с кулаками. О том, что является правдой в сегодняшней политике, поговорим с нашим гостем, политическим аналитиком Богданом Церди. В последние дни вы стали не просто политическим аналитиком, вы представляете теперь и политформирование. Вы четко уже заявили свою какую-то политическую, не говорю ангажированность, но приверженность каким-то политическим принципам и ценностям. Что стало вашим выбором и что стало причиной этого выбора? Ну, я обозначил некоторые составляющие моего политического решения, моего личностного решения, примкнуть к этой политической команде. Ну, во-первых, потому что существует огромный риск в стране, огромный политический риск, что в будущем парламенте из пяти политических партий, которые пройдут, то есть ПКРМ, ЛДПМ, ДПМ, либералы и социалисты, как минимум четыре будут партиями, зависимыми от одного олигарха, от кукловода. Почему я тогда так считаю? Потому что я говорил неоднократно. Мы видим либеральную партию под контроль на кукловоду, так как у господина Гимпу существует уголовное дело в прокуратуре, в Чиня, уголовное дело по фирме «Парстар», через которую он принес ущерб государству на 500 миллионов леев. О демпартии уже говорить, наверное, не имеет смысла. Всем понятно, что этот олигарх фактически превратил эту партию в некое СРЛ, в некую преступную организованную группировку. Я об этом говорю не только я, об этом говорят все. Что, в принципе, ядро мафиозной системы, ядро криминальной системы в республике это демократическая партия. Третья партия, о которой часто говорят, это либерал-демократическая партия. Здесь вы видите, что господин Лянко в последнее время продвигает другие повестки и другие мессенджи, чем лидер этой партии Влад Филат. А господин Лянко говорят, что он зависим благодаря действиям его сына, которые не всегда вписывались в нормальное законное поле, скажем так. И благодаря этому господин Лянко, который, я вам напомню, что раньше он работал вице-президентом компании «Ском», принадлежащей олигарху и бизнесмену господину Стати. Раньше он работал представителем в советском посольстве в Бухаресте. И Басеску недавно намекнул на то, что он был сотрудником резидентуры. Так вот, через господина Лянко Плохотнюк начинает продвигать свои интересы в либерал-демократической партии. И вы видели, то Лянко хотел электоральный блок, то есть продвигал именно идею и интересы Плохотнюка об электоральном блоке. То он боролся за список, что он должен возглавить список. И проблема даже не в этом, а в том, что тот, кто возглавляет список, тот якобы должен и сам список делать. И я уже знаю, какой это будет список. У кукловода уже свои интересы. Своя команда сформирована. Он будет проводить своих людей по спискам ПКРМ, по спискам ДПМ, по спискам либеральной партии, ну и по спискам ПКРМ, и по спискам коммунистической партии. О коммунистах что можно сказать? Вы видели, в двух словах только скажу, что после 7 июня, я и до этого говорил, что у господина Воронина очень тесные связи с Плохотнюком. Так как он его создал как олигарха, он создал его капитал, он был всегда связан в бизнес-проектах, по крайней мере, Олег Воронин всегда был связан с Плохотнюком. И пока существует такой феномен, как Владимир Николаевич Воронин, Плохотнюк непобедим. Непобедим, а вместе с ним непобедима олигархическая и полумафиозная система, которая спортировалась в Республике Молдова. Это нужно четко понимать. Голосуем за Воронина, голосуем за Плохотнюка. И я поэтому призываю некоторых избрать, чтобы они уже лучше сразу напрямую проголосовали за Плохотнюка, если он им так любит дорог, понимаете? А не за коммунистов или за либералов и других посредников. Поэтому этот риск, что весь парламент, четыре парламентские фракции, они станут фракциями олигархическими, фракциями, подконтрольными одному олигарху, заставили меня сделать это решение в пользу той партии, которая не имеет по своим спискам олигархов и не подконтрольна ни одному из олигархов. То есть ни Плохотнюку, ни Платану, ни Стате, ни Олегу Воронину, ни другим. Понимаете, как это с другими партиями происходит. Ведь люди должны понимать, если олигархическая система полностью консолидируется, значит Молдова обречена на гибель как государство, Молдова обречена на гибель как развитое, процветающее общество. И мы, в принципе, обречены на это нищенское существование. Это первая моя мотивация. Вторая мотивация, очевидно, состоит в том, что Молдова переживает глубокий экономический кризис. Мы все видим, да, рост в 2-3%, который вот намечается в этом году, это уже не рост, понимаете. Это даже не развитие. Это рецессия, это деградация, это скатывание назад. В принципе, почему это происходит? Потому что у власти олигархи, которые просто разворовывают страну. Просто разворовывают страну. Только из госпредприятий сам Владимир Филат говорил, что ежегодно воруются около 6 миллиардов леев. Господин Яниц, целый председатель комиссии, говорил о 10 миллиардов леев. То есть 6 миллиардов один говорит, 10 миллиардов другой. Ну, видимо, Янице известно больше. Ну, Янице известно больше, да. Я не знаю, то ли он боролся с этими схемами, то ли участвовал в них, да. Но, по крайней мере, эти цифры, я говорил с другими серьезными экономистами, они мне говорили, 8 миллиардов леев в год только из госпредприятий. Только из госпредприятий. Вымываются навсегда. Отмываются, понимаете, в офшоры и другие. А я уже не говорю о других механизмах, понимаете. Вот смотрите, через банковскую систему молдавскую, вон уже это серьезное агентство пишут, были отмыты около 18 миллиардов долларов только за 2060-2014 годах. 18 миллиардов долларов. То есть Молдова превратилась в черную дыру, Молдова превратилась в систему, в которой олигархи просто разворовывают государство. И отсюда экономический кризис, отсюда бедность, отсюда развал государственности. Поэтому я посчитал нужным, да, что вот прийти именно в эту команду, потому что здесь такие экономисты такого уровня, которых в Молдове сегодня просто в других партиях нет и не существует. Ну, смотрите, на Додона. Дам только один пример. Просто один пример. Обычно у нас в год приходят в Молдову прямых иностранных инвестиций на 200 миллионов долларов. Плюс-минус в этой зоне. При Додоне в 2008 году, когда он был министром экономики и первым вице-премьером, пришло 1 миллиард долларов за год благодаря тем реформам, которые он начал. Так эта цифра до сих пор, до сих пор, мы даже не приблизились, даже близко к этой цифре. У нас до сих пор 200 миллионов. Почему это было привлечено? Потому что есть у человека менеджерские способности. Одно дело, когда мы выходим, понимаете, на трибуну, говорим, те бандиты, эти бандиты, ЖОС-мафия, СУС-мафия и так далее. И другое дело, вот тебе реальный сектор экономики. Вот ты говоришь, нет рабочих мест. Как ты будешь создавать рабочие места? Как из-под тебя мозгов просто нет? Как ты будешь привлекать инвестиции? Как ты поднимешь зарплаты? У нас сегодня ведь много политиков-популистов, которые кричат всех долой, всех не знаю что, и приходят во власть и повторяют то же самое. Так я про Додона говорю, а кто лучше экономист, кто лучше финансист, чем Зинаида Гречана? Покажите, покажите мне. Негруца, господин Негруца, да, который вы видели, к чему перевел нашу финансовую систему, и у которого уголовное дело, кстати. Уголовное дело за то, что вытащил из госбюджета 400 тысяч евро. 400 тысяч евро. И отдал какому-то Пантелею Сандулаке, тоже члену, близкому к этой партии, из которой состоял господин Негруца. Кто может сравниться с Гречаной? А Головатюк, понимаете, тоже сильнейший экономист, финансист. Я не говорю про Горелову, я уже не говорю про других. То есть мощная экономическая команда, мощная команда менеджеров, юристов, экономистов. И более того, здесь третий пункт, что меня привел к этому, здесь мощная программа, понимаете, антикризисная. Ну, не просто, понимаете, общее рассуждение. Нас берут, воруют друг у друга. Цитаты, тезисы и так далее, потом сидят ими размахивают, да. Здесь серьезная программа, приходил господин Кротов, по-моему, из Российской Федерации, который является советником экономических нарыщ, но посмотрел, говорит, ну, программа серьезнейшая. Там действительно конкретно антикризисные предложения. А четвертое, что немаловажно, потому что здесь много пунктов, которые меня заставило все-таки сделать этот выбор. Что немаловажно, эту партию поддерживает не просто Сергей Миронов, бывший спитер Госдумы, сегодня председатель Справедливой России, третьей партии, понимаете, с 15 процентом, третьей партии в Госдуме Российской Федерации, понимаете. То есть, это человек близкий к Путину, это человек, который, как вам сказать, представляется цивилистическое крыло в парламенте. Но здесь поддерживает господин Нарышкин, бывший, 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 да, глава администрации президента Путина, а сегодня это спитер Госдумы. То есть, второе, третье лицо в государстве, ближайший соратник Путина. Господин Нарышкин уже пытался моделировать ситуацию. Но я вам скажу только одну фразу, чтобы закончить. Он заявил очень четко. Партия социалистов – стратегический партнер Российской Федерации. Ни коммунисты, ни там, я не знаю, кто еще, да, а партия социалистов – стратегический партнер. А откуда мы получаем ежегодно миллиард 300 миллионов? Я повторяю, миллиард 300 миллионов долларов от гастарбайтеров. Откуда? Из России. То есть, это в 6 раз больше, чем прямые иностранные инвестиции, которые у нас приходят ежегодно. Это больше, за 5 лет это больше, чем все те гранты, кредит, которые нам дал ЕС. Понимаете? Когда спрашивают, вот, говорят, ЕС дает деньги, дает грант, кредит не просит ничего. Это не так. Кредиты, которые даются, нужно платить процент, да и возвращать сами кредиты. Гранты, которые даются, даются как? Даются на то, вот я тебе даю грант, а потом я тебе даю техническое обслуживание под этот грант. Мы дали тебе автомобили, но ты у нас будешь покупать запчасти и так далее, и обслугу. Мы дают обслуживание. И так далее. То есть, ничего просто так не дается. Поэтому, заканчивая, да, учитывая, что в стране огромный экономический кризис, учитывая, что 700 тысяч гастарбайтеров наших в России могут потерять работу, учитывая, что Россия остается рынком, основным рынком сбыта нашей сельхоз и промышленной продукции, учитывая, что там энергоносители, от которых мы зависим, и цена на них зависит, понимаете, тоже от Российской Федерации и от тех сил, которые придут в власти, учитывая то, что сегодня Россия является стратегическим партнером и что Россия поддерживает именно эту партию, я посчитал нужным поддержать эту партию. Почему? Потому что, если они придут в власти, с помощью Российской Федерации мы сможем действительно, не то, что открыть рынки, понимаете, ведь в России сейчас амбарго, Россия сама ввела амбарго на всю продукцию из Европы. Вы понимаете, какой это рынок, как поднимется экспорт нашей сельхозпродукции, какие придут, как вам сказать, накопления у фермеров, какие рабочие места открываются, какие возможности для экономики. Это просто, ну, мне кажется, это фантастичным. И сегодня у Российской Федерации нет партнеров. Коммунисты кидали, к сожалению, другие тоже, как только приходили к власти, сразу же благополучно забывали о своих обещаниях. И сегодня вот у России единственный партнер это партия социалистов. И поэтому мне показалось, что эта партия, которая борется с олигархатом, эта партия, которая имеет мощнейшую профессиональную команду, эта партия, которая имеет и поддержку политическую извне, эта партия, которая показала, имеет программы целостные, имеет программы глубокие и так далее. является самой лучшей альтернативой сегодняшнему олигархату и сегодняшнему коррумпированному политическому классу. Вот мой следующий вопрос, наверное, не столько к социалисту Богдану Церди, как к политическому аналитику Богдану Церди. Ну, с приближения парламентских выборов конкуренция на левом фланге усиливается. Партия социалистов не единственная левая партия. Вы называли ее партией коммунистов, которая устойчиво занимает определенное количество такого процентного содержания предпочтений элитарата. Есть новая партия, это партия регионов, есть еще более новая партия, это... Даже вспомнить не можете. Патрия, которая... Потому что меняются последние названия и так далее. За которой стоит, как мы уже теперь знаем, Ренат Усатый. Есть и ряд еще других мелких партий, левого такого толка. И все они, будем говорить так, борются за определенный, довольно ограниченный сегмент избирательных предпочтений. Почему ограниченный? 50 до 60 процентов. Я имею в виду лишь, что только ограничено количество населения. Ну, это понятно. Мне кажется, очень сложно предположить, что кто-то из людей, состоявшихся в бизнесе, вдруг поменял свои правые взгляды, радикальные взгляды на сугубо левые. И решил вдруг, например, ратовать за какое-то социальное равенство. Вот, тем не менее, вот на этом фланге довольно тесно. Вот есть ли перспективы? Либо объединение в какой-то, ну, не знаю, блок под эгидой партии социалистов, либо наоборот, партия социалистов готова пойти с кем-то на сотрудничество. Потому что объединить потенциал. Тесно не только на левом, но и на правом фланге. Но левый фланг обычно говорят, что это, ну, где-то от 50 до 60 процентов. Я вам дам простой пример. 2009 год, когда коммунисты набрали, набрали в июле 2009 года 44 процента, и демократы набрали около 13 процента. Вот 44 плюс эти 13, 57 процентов. И социал-демократы два. Вот вам 57 процентов и 2,59. 60 процентов левого электората. То есть электората, ратующего за стратегические отношения с Россией, за нейтралитет, молдавскую государство, молдавский язык, молдавскую нацию, социальную политику активную, справедливость и так далее. Вот этот так называемый образный электорат. 60 процентов. То есть здесь куда больше электоральный пласт, чем на правом фланге. Это первый пункт. Второй пункт. Действительно, здесь есть партии с таким уже исторически сложившейся. Это по КРМ. Но и по СРМ тоже. Я вам напомню, что это партия, которая появилась фактически почти одновременно с партией коммунистов. И даже была во власти в свое время, в 1994-1998 годах. Вопрос здесь весь в чем? Вопрос в том, что же происходит на левом фланге. А происходят очень простые вещи. Партия коммунистов падает. И там происходит обвал. Там не просто падение, а обвал рейтинга. И вот я, как в качестве аналитика политического, а не политика, вам скажу следующие вещи. В ноябре 2013 года, то есть 8 месяцев назад, 9 ИПП, Институт публичных политик, выпустил барометр общественного мнения. Все знают, что это серьезное. По крайней мере, представляется серьезным политическим документом, социологическим документом. И вот тогда у коммунистов было, прислушайтесь, 51%. 51%. Почему? Потому что была революция, потому что были социальные марши, потому что была борьба с олигархатом, потому что они боролись за справедливость. Была какая-то демонстрация позиции. За Молдову независимую, за суверенитет, за таможенство и так далее. Потом вдруг партия отказывается от всего этого. И мы имеем уже в марте следующий опрос ИПП. И за 4 месяцев происходит падение до 39%, то есть на 12 пунктов. Недавно происходит опрос СБС Акса. Это было 12 августа. СБС Акса, это господин Жигау там является руководителем. Тоже серьезная, по крайней мере, таковой представляется контора. Вот эта контора социологическая дает партии коммунистов уже 36%. И вот на днях была ассоциация социологов и демографов, которая дала коммунистам 32%. И вот вчера этот опрос, Плохотнюковский опрос, назовем его образно, дает этой партии 31%. Другими словами, за 9 месяцев партия коммунистов потеряла 20%. И эта партия, повторяю, эта партия, и со всей ответственностью заявляют, никогда сама не может вернуться к власти уже. Все. Эта партия уже является, как вам сказать, с точки зрения политической, она уже превращается в маргинальную партию. И эта партия сама никогда не вернется к власти. Вот это хочу, чтобы люди очень четко поняли. Почему? Потому что раз партия погрязла коммунистов в коррупционных схемах, вон в примарии Тишинева они снюхались там с Михаим Гимпу, с либералами. С Михаим Гимпу, наворовали там земель, активов, офисов. И так далее на 500 миллионов лей. На 500 миллионов лей. Об этом заявлял, по крайней мере, вице-председатель ЛДПМ господин Пестренчук. А вообще, вообще за 4 года в примарии Тишинева там ассоциация эксперт-групп говорила о финансовых неполадках. Они так красиво завернули, что на миллиард лев. Из которых, вот еще раз повторяю, на 500 миллионов либералы и коммунисты распилили вдвоем только за год. С 2013 по 2014 год. Вот сегодняшний, последний пример мы с вами обсуждаем. Видели, два депутата-коммуниста, близкие, кстати, к олигарху, кукловоду, получают земельные наделы на 500 квадратных метров, насколько я понимаю. Это последний пример. Я уже не говорю про другое. Коммунисты участвовали в коррупционных системах, в заседаниях БЕМ. Они вели, они председательствовали над этой комиссией. Они предложили, вот, в том числе, эти механизмы приватизации БЕМа. Они были, председательствовали в подуре Домняске в этом убийстве. И ничего там так и не выявили, понимаете? Они председательствовали в комиссии по продаже оружия. И тоже кричали, кричали, и вдруг притихли. А чего притихли? А вопрос прост. А вопрос прост. Значит, вдоль. Значит, вдоль были. Я хочу напомнить телезрителям, что в БЕМе акционерами являются и депутаты коммунистов. Я об этом писал, не хочу повторяться в десятый раз. Депутаты коммунистов являются тоже акционерами БЕМ. И тоже участвовали в этих операциях. То есть, партия погрязывала в коррупции. Господин Ткачук, кстати, пытался наложить запрет на продажу и на раздачу земли в муниципальном совете Тишинева. Вы думаете, его фракция коммунистов поддержала? Не только не поддержала, его и выгнали, понимаете, еще? Его еще и выгнали из фракции, как собаку злую, понимаете? Просто прогнали. Иди отсюда, что-то нам мешаешь тут. Мы враспиле сидим, три года мучились. Тут только дали возможность распила. И тут приходит борец за справедливость, видите ли? Это раз. Партия погрязывала в коррупции. Люди это видят. Это раз. Я вам не даю всех примеров. Ой, а тут примеров сколько, понимаете? И то машину Воронина показать на 60 миллионов рублей, то поездки Олега Воронина на 6 миллионов евро за границу за два месяца тратить. А как же, например, национальные комиссии по борьбе с коррупцией или подкупностью? Я об этом вам скажу дальше. Я расскажу, что там произошло, кому принадлежит эта комиссия. То есть партия погрязывала в коррупции. Раз. Два. Партия отказалась от борьбы с олигархами. Воронина спрашивают, будете на одном телеканале ТВ-70 раз, будете бороться с олигархами? Он говорит, а зачем с ними бороться? Они тоже полезны. А зачем? Они же бывают полезными. Мы-то не знали, что господин кукловод, понимаете, которого обвиняют в рейдерских захватах в банках, вот мы в Ани, денег нам, еще в чем. Он, оказывается, делает полезные вещи. В свое время Марк Тачук же тоже говорил о плохотнике следующее, что окруженный полезный или хорошая энергетика, этот человек дает довольно положительный, эффективный результат. Вот это второе. Отказались от борьбы с олигархами. И Воронин открыто заявил, понимаете, перед честным народом. Люди, понимаете, в шоке. Люди вообще не понимали, что происходит. Коммунистическая партия, которая является партией рабочего класса, без того, чтобы бороться с олигархами, с капиталистами, с буржуазией, понимаете, крупной, по крайней мере, говорит о том, что нужно с ними сотрудничать, охранять и защищать, понимаете. Не дай бог им, что плохо не было. А как, а что народ? А народ, пускай, сам разберется. То есть между олигархами и народом Воронин открыто стал на сторону олигархов. Так о чем мы тут говорим, понимаете? О чем мы говорим? О чем мы говорим? Это два. Третий пункт, от таможенного союза тоже отказались. Вон Воронин. Семь раз за день меняет внешний вектор. То он говорит, утром он говорит, что восточный вектор. В обед говорит, что он за Европейский союз, потом вечером опять за таможенный, потом ночью опять за европейский, понимаете. То есть семь раз за день человек меняет вектор. Уже сам запутался в этих векторах, сам запутался во лжи. Конкретно не может ответить ни на один вопрос. Вот, понимаете, куда мы идем, Владимир Николаевич? Вот куда мы идем? Куда партия идет? Я смотрю госпожа Бондаренко из Сорок, да, примар. Вон она по спискам уже депутат. Говорит, мы идем в Европу. Господин Витюг выходит. Не, 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 мы идем в таможенный союз. Воронин, в зависимости, я об этом говорил не раз, от курса рубля к евро. Вот евро чуть повышается, мы за Европейский союз. Да, рубль чуть-чуть повышается, мы уже за таможенный союз. Ну как так, понимаете, как так? Владимир Николаевич в свое время говорил о том, что большие государства ведут большую политику, а маленькие умные. Ну правильно, правильно, мы не говорим про большую политику. Мы говорим про национальный интерес, мы говорим про предсказуемую политику, и мы говорим про защиту нашего национального производителя. Понимаете? А политика должна быть там, где интересы граждан, и где интересы бизнеса. А интересы бизнеса сегодня там. Вот это третий момент. То есть отказались от восточного вектора. Отказались вообще от борьбы. От борьбы. Где? Вон прошло полгода. Хоть один митинг видели? С декабря 2013 года. Ну, федерина не волюсовершилась, видимо. С декабря 2013 года ни одного митинга против власти, ни одной... Даже позавчера, вон, социалисты выходят, предлагают. Давайте скинем правительство. Вот у меня доверие. Коммунисты спрятались. Давайте до этого выходили. Давайте вот у меня доверие. Не вот у меня доверие, а не ратифицируем, понимаете, соглашение с Евросоюзом. Коммунисты ушли в знак протеста. Я говорил, почему же. Для того, чтобы потом европейцам дать понять, что мы же не были против. Против только трое депутатов. Было от социалистов и один от коммунистов. Петренко. Вот, пожалуйста. О чем мы тогда говорим? Отказались от революции. Ворон говорит, когда я говорил про революцию? Что с вами? Мы должны сотрудничать. И с бандитами, и с контрабандистами, и с коррупционерами, и с олигархами, и с кем угодно. Главное сотрудничать. Может быть, это тактика выживания партии? Ну, вы знаете, а для чего выживать? Для чего? Власть нужна для чего, господин Выжгал? Для того, чтобы быть просто для самой власти? Или все-таки для того, чтобы выражать и защищать интересы народа? Если партия не защищает интересы масс, если она не защищает интересы народа, простого, бедного, обиженного, униженного, понимаете, вот этих трудяг сотен тысяч, которые просто умирают, которых вытирают ноги сегодня власти. И ты, вместо того, чтобы бороться с этой властью, ты идешь на сговор с ней. Ты идешь на сговор в либеральном, в муниципальном совете. Ты идешь на сговор в парламенте там, и голосуют снятие акцизов там на сахар, на импорт автомобилей, дорогих, еще на что-то. Голосуют там за операцию по прихватизации БЕМа, где они тоже в доле и так далее. То есть я уже разницы принципиальные между коммунистами и демократами, и либерал-демократами не вижу, кроме названия. Это раз, и два, кроме того, что либерал-демократ хоть еще говорят, мы идем в Европу. Вот, то есть те хотя бы принципиальнее по некоторым вопросам. И Димпу тоже. Димпу говорит, я румын, я заобменясь с Румынией, я в Европу. Все. Димпу принципиальнее, понимаете? А коммунисты что творят? Вообще запутали народ. И в завершении вот закончу только одну мысль. Они уже отказались, я уже не говорю про русский язык, да, что обещали. Про таможенный союз, про Россию-Беларусь, про все это. Они уже от самой идеи социализма. Я вам отвечаю, говорю это со всей ответственностью. Воронин выходил на днях по одному из телевидений и заявил, а когда я был за социализм? Ну, видимо, партия коммунистов определяет сразу коммунизм. Стойте, а что? А, сразу коммунизм. Да, так надо Ленина читать. Минуя развитой социализм. Надо Ленина читать. Есть работы, государство, да. Государство и революция, что делать там. Другие, где написано, что после капитализма идет фаза транзита, перехода, а потом социализм, как фаза перехода к так называемому коммунизму. Так я уже не спрашиваю вас, где у вас коммунизм в программе, да. Ну, не называясь хотя бы коммунистической. Но вы про социализм говорили не один раз. Как это вы отказываетесь от социализма? Если у вас в программных документах это было. Как вы вообще говорили за таможенный союз, если у вас в уставе написано, что вы партия европейского. Толк, ратующая за европейскую интеграцию. То есть, понимаете, вот делая вывод, делая вывод окончательный, хочу вам сказать, что лидер партии запутался во лжи. Лидер партии уже, как вам сказать, уже сам не знает, уже сам не знает, что бы придумать и да как бы поиздеваться над собственным избирателем. Уже, понимаете, погряз в стольких вот схемах, в стольких договоренностей теневых с властью. И самое страшное, что даже не с самой властью, а с кукловодным. Что от этого становится уже просто понимать простому человеку, простому люду, становится уже просто противно. Люди уже просто в безнадёге. А то с другой стороны, посмотрите. И поэтому рейтинг партии, чтобы закончить. Рейтинг партии сегодня в обвале. Партия не имеет ни малейшего шанса. Нет ни поддержки внешней. Россия не с Воронином. При отсутствии такой внешней поддержки и падения рейтинга, как показывают опросы, лидер партии коммунистов пока на сегодняшний день одной из самых тех политических креатур, которые пользуются максимальным доверием. Вы правильно сказали креатур. Понимаете, почему? Потому что господин Воронин, его рейтинг падает, неуклонно падает. Это я вам хочу сказать однозначно. Антирейтинг растёт, рейтинг его падает. И он уже не может тянуть партию за собой. Но 32% для этой партии это предел мечтаний. А почему? Потому что у партии не то, что нет месседжа, нет идеи. И сейчас смысл существования. В чём смысл существования этой партии? Что они хотят построить? Социализм? Воронин отказался. Вести в таможенство? Воронин говорит, что он европейский. Что? Будут бороться с коррупцией? С какой коррупцией? Коррупция же идёт от олигархов. А господин председатель партии говорит, что он с олигархами бороться не будет. С ними договариваться надо, оказывается, а не бороться. Понимаете? Тогда зачем эта партия нужна? И более того, олигархическое крыло из партии было уничтожено. Антиолигархическое имею в виду. То есть те, которые были талантливые, те, которые приносили идеи, те, которые приносили борьбу, те, которые давали накал, которые давали какой-то, я не знаю, коммунистический, левый дух этой партии. Драйв давали. Где Ткачук? Где Петренко? Где Мунтиан? Где Тодо? Да это же интеллигент СНГского масштаба. Я думаю, что они и в список не попадут. Они уже не попали. Они уже не попали в список. Их прогнали, понимаете, как, я не знаю, как прокаженных из партии. А одного товарища, вот, Павел Григорчук, да, молодой парень такой, бойкий, храбрый, да, немножко безумный, но тем не менее талантливый где-то, да, в своих вот, в искренних порывах, да. Человек, верящий в идею, да, один из флагманов партии, молодежного крыла, да. И что сделали с этими людьми? Ткачука там на этом съезде, понимаете, напустили на него всех собак, ведрами буквально помоев в него. Оказалось, что он предатель. Он тот, который привел партию к победе, два, три, четыре раза, он предатель. Мунтиан тоже самое, построил партию с нуля, там, обновил все структуры и так далее. Он тоже, оказывается, там, чуть ли не враг государства. А этого молодого парня, которому я говорил сейчас, Павел Григорчук, так его, понимаете, взяли за шиворот бодигарда, то есть телохранитель Олега Воронина. И просто-напросто, я не знаю, как последнего чипенца, просто вытянули из зала пленума, да еще и ногами за ним гонялись, да, и пеньков давали под одно место, понимаете. И эти телохранители, понимаете, Воронина, еще соревновались между собой, там, кто больше пинков даст, да, кто больше попадет, точнее, сильнее и так далее. Что это такое? Так поступают с боевыми товарищами, так поступают с рядовыми партиями. Да есть о чем задуматься. Конечно, есть о чем задуматься, тем более, что в этой партии вот эти люди, которые критиковали кукловода, у них у всех уголовные дела. Я вам дам пример Петренко. Три уголовных дела. У него самого раз, у матери два, и, чтобы мало не показалось, у жены три. А почему уголовные дела? Потому что он критикует кукловода. А под кем прокуратура? Под кукловодом. То есть прокуратура, которая видит, что человека, который мониторил Интерпол, не реагирует, прокуратура, которого обвиняет судебная инстанция, высший лондонский суд обвиняет в рейдерских атаках на банковскую систему, это лондонский суд обвиняет, понимаете, и дает постановление. Прокуратура молчит. А Петренко, который там не задекларировал 30 чем-то лей, акции на 58 лей где-то было у него, так поднялась и ЧАНИИ, поднялась и прокуратура, и ЧАНИА там, и караул, понимаете, чуть ли не уже Интерпол подняли на уши, чтобы поймать, скрутить Петренко. Я вам дам, вы вспомните этот пример, до чего мы уже дошли, до какого маразма. Интерпол ищет господину ГУМа. Заходишь на сайт Интерпола, и там написано «wanted», да, то есть, разыскивается, господин ГУМа, член Демпартии, там, туда-сюда, такой-то рост, вес, не знаю, что. Кто знает его место расположения, понимаете, сообщите в офис Интерпола. Как его расположение? Вон он в парламент ходит, со смеху умирает, понимаете. Он не только не напрягается, не похудел, не побледнел, он еще и прибавил килограмм 10, понимаете, от тяжкой жизни такой. Прокуратура молчит, ченя молчат, чени им, все молчат, и все притворяются, понимают, что ничего не происходит. То есть, из нас с вами делают просто, просто идиотов, просто идиотов. Поэтому, заканчивая коммунистами, хочу сказать, что эта партия потеряла 20%, и они куда уйдут. Вот скажите мне, к Демпу уйдут эти избиратели? Или к Анне Гуцу уйдут эти избиратели? Они уйдут к тем партиям, которые ратуют за принципы, за левую идею, за принципы социальной справедливости, за нейтралитет государства, за борьбу с олигархами, это центральный тезис программы социалистов, и за дружбу с Россией. То есть, ратуют за то, за что ратовали коммунисты когда-то. И принципы, которые сегодня эта партия, к сожалению, предала. И я говорил об этом неоднократно, что когда они были за эти принципы и ценности, я лично выходил, защищал, в том числе и Владимира Николаевича, и за это потерял 4-5 мест работы, за это и СМС-ки получал, и по судам меня таскали, и так далее. Но я не боялся. Понимаете? Почему? Потому что, не хочу сказать, что сила там, не знаю в чем, в правде, не хочу сказать. Но правда, правда, понимаете, действительно, иногда правда, честь и просто справедливость. Дорогого стоит, и за это стоит бороться. По крайней мере, вот за справедливость. А сегодня то, что творится на левом фланде, вы сами видите. Это просто... Ну, тему справедливости и всего остального мы продолжим сразу после рекламы. Реклама о вечернем разговоре. Продолжаем наш вечерний разговор. У нас в гостях политический аналитик Богдан Сырдя. Завершали мы с вами разговор в первой части вашей оценки партии коммунистов. Дополнить могу только тем, что, например, удивлен отсутствием какой-либо реакции от молдавских коммунистов относительно сноса памятников Ленину в Украине, в соседней с нами Украине. Потому что это не так далеко. Что Харьков и Кишинев, это не Москва и Вашингтон. Это совершенно близкие друг к другу города. И хотя бы какая-то реакция должна быть относительно памятников человеку, который является идейным вдохновителем. Это коммунистическое движение. Реакция тоже реакция, понимаете. Да, видимо. Ну, люди предали. Тут бизнес... Тут уже не коммунисты в этой паре. Тут просто бизнесмены. Я надеюсь, я представлю скоро работу олигархической Молдовой. И вы всего увидите состояние фракции коммунистической. То есть это будет аналог молдавского Форбса? Да, да, да. Там очень много бизнесменов. Там хватает миллионеров. Там хватает людей, связанных с крупными олигархическими структурами. Поэтому какой Ленин? О чем вы говорите, понимаете? Они сидят, они спрятались ниже травы, тише воды, боятся как мыши всего. Понимаете? Борцы ушли. Остались бизнесмены. Люди, которые хотят договориться со всеми и со всем. И которые борются, и которые являются пламенными борцами. За денежные знаки. Не более того. Отстаивать какие-то принципы Ленина, Маркса, не дай Господь. Да вы что, смеетесь? Они в слове Ленин, наверное, делают 3-4 ошибки. В истории коммунистического движения немало примеров того, как богатые люди помогали коммунистам. Ну да. Те же социал-демократы Швеции были состоятелем людьми, которые помогали Ленину двигаться. Ну, дело не в том, насколько это состоят. Возможно, может быть, накопление капитала, которое сейчас мы наблюдаем. Знаете, в чем проблема? Проблема не в том, состоятелем ты или нет. Проблема для меня в двух вещах состоит. Первое. Как ты сделал это состояние? На крови, на трупах, на страданиях людей, как у нас некоторые олигархи из власти. Кто им? Они сидят, а нам завидуют. Кто вам завидует? Да никто вам не завидует. Просто не надо грабить народ. Вот в чем главное предъявление, предъява, скажем так, или наше предъявление к этим олигархическим структурам. Когда ты воруешь у инвалида, у семей, понимаете, у матерей-одиночек, у пенсионера, последний, он имеет 800 лей, и ты из госпредприятия вытасываешь 10 миллиардов лей. И ты отмываешь через банки. И ты 15% берешь с каждого тендера. И ты субвенции и субсидии отправляешь фермерам или другим предприятиям, отнимая с этого процент свой. 15-20%. Это же все знают, отката. Так о чем мы говорим? То есть, главное не то, беден человек или он богат. Для меня важно, первое, как он это состояние сделал в качестве политика и бизнесмена. Это раз. И два. А за что он ратует? Эндельс был богатым человеком. Он же был миллионером. У него были фабрики и так далее. Но он же ратовал за рабочий класс. Он же за социальную справедливость. Он же ратовал за перемену. Он же поддерживал идею революции. Поддерживал идею освобождения, эмансипации граждан. Он же ратовал за правду какую-то, понимаете, и так далее. За что ратуют сегодняшние олигархи? Ну, покажите мне, покажите, отнять последние, понимаете, вот нам дают инсулин в помощь. Вот до чего мы деградировали? Дают инсулин в помощь, там, какие-то западные структуры. Инсулин для диабетиков. И этот инсулин разворовывается и потом продается через частные структуры гражданам. Ну, как это называют? Вот это что? Если я скажу свинство, я ничего не скажу, понимаете? Ну, это просто полная моральная деградация. И вот эти люди сегодня находятся в партиях парламента. Они между собой имитируют борьбу, грызутся, плюются даже, обзывают друг друга. По техе ради. А после этого, после того, как их засняли в картиночку, идут в бар, в сауну вместе, распиливают, в карты играют. И со смеху умирают с простого народа, который действительно им верит. Которые им верят, что там они имитируют бурную деятельность, так называемую. И действительно, вы же видите, что творится. Поэтому, когда я говорил о коммунистах, вот я это именно имел в виду. По крайней мере, чтобы меня правильно понял, я говорю не о всех коммунистах. Я говорю о двух-третьей фракции сегодняшней, которая деградировала такого состояния. Потому что там еще есть депутаты честные, там есть много партийцев, много людей, с которыми я лично знаком и уважаю. Как вы относитесь к тем соцопросам, которые проходят у нас в Молдавии? Буквально за одну неделю прошло два соцопроса, результаты которых, не хочу сказать, что ратикально, но разнятся по определенным позициям. А все очень просто. Некоторые соцопросы, некоторые фирмы по соцопросам, они очень близки к плохотнику, экологическим структурам. Вот, допустим, эта фирма «Эмас» и господин Дору Петруци, все же знают, что у него заключен контракт с демократической партией. По крайней мере, об этом говорил и он, и Чабан, и Сергей Мокану, лидер антимафии, и многие-многие люди. И это видно из результатов соцопросов. Вот я вам дам пример. Смотрите, фонд общественного мнения провел в мае соцопрос. 4 тысячи респондентов. То есть это огромнейший выбор, это серьезнейший анализ. Он дает социалистической партии где-то около 8%. Хорошо. Дальше идет 20 мая, да, выходит ассоциация социологов и демографов. Дает тоже где-то 7%. Потом выходит Сибиасакса. Дает 5,6% социалистам. Но, если брать прямые рейтинги, у социалистов там 4, а в пересчете почти 6. У демократической партии 6,2 где-то. У либеральной партии 6% и у сатого 6%. То есть демократы и либералы в падении и на грани прохождения порога. Могут не пройти. У сатый и додон, они в росте. Они в росте, да. Потом на днях проходит другой соцопрос. Другой соцопрос. Ассоциация политологов Молдовы показывает соцопрос, в котором... Там господин Машняга показывал. У социалистов 6,2 прямой рейтинг. То есть в пересчете, если братья неопределившихся, и тех, кто не голосует, это 9%. У Рината тоже там за 10%. У демократов тоже в этой зоне. Потом недавно, вот на днях, как вы говорили, было 5 соцопросов социологов и демографов. Господина Макану. Вот он дает социалистам уже 10%. Ринату 5. Этим демократам дает тоже в зоне 11%. Либерал-демократам в зоне 20%. И что же после этого значит? 5-6 соцопросов говорят, что у социалистов от 6 до 10%. И выходит, да, ЕМАС, который все знают, что это Плохотнюковская структура. И дает 2,8 прямой рейтинг. В пересчете только 4. Я посмотрел, ну, ребята. При этом, господин Петрович, со всем уважением. Лично он у меня симпатичный. Вот он симпатичный, так, знаете. Есть в нем что-то хорошее. Ну, просто лег человек под Плохотнюка. И все тут. Этим все сказано. У социалистов 4% в пересчете. У демократов 15%. И я спрашиваю, как у них может быть 15%, если за 2 недели до этого им себе САГСа, господин Ажигау, давало менее 10%. Ну, как 15%? Рейтинг Лупу падает, а рейтинг партии растет. У Кормана вообще нет рейтинга, а рейтинг партии растет. В партии находятся 2 человека, которые были под мониторингом Интерпола. Один человек, олигарх, у которого антирейтинг 87%, то есть 87% ненавидят его. И партия растет. За счет чего? Партия обвинена в коррупционных схемах, не знаю в чем. И демпартия растет. И партии Альянса растут. Несмотря на рейдерские татки. Но знаете, в этом-то и проблема, господин Выжик. Когда мы говорим о соцопросах, если это исследование научное, так нужно представлять весь инструментарий. Так, а покажите нам выборку. А покажите нам хотя бы базу данных. Не показывает господин Петровский базу данных. Мне не разрешает заказчик. Так а раз не разрешает заказчик, что ты вообще опрос показываешь? Так, то есть базы данных нет. Раз. Два. Бумажной версии опроса. Ну покажи мне работу саму, чтобы я мог пролистать, посмотреть. Нет ее. Так. Дальше. Заказчик кто? Какое-то информационное агентство. Откуда у этого агентства 15-20 тысяч евро на заказ такого опроса? Может быть есть, но откуда интересно. Понимаете, откуда вообще? Да, это три. Четыре. Делают там рейтинги лидеров, типа. Рейтинги лидеров, да. И ставят 11 человек. Они сами ставят 11 человек вот в этом опросе. Они сами берут, фамилии выбирают. Мариан Лупу, Плохотнюк. Из 11 человек 4 человека из Демпартии. Стойте. А почему там нет Тимофти? А почему там нет Додона? Того же Киртока. А почему там нет, допустим, к примеру, Рожки? Почему там нет Сергея Мокана, который критикует Демократическую партию? И потом, что они делают? Они показывают, что вот люди ответили. И показывают по телевизору, что из всех партий, из всех партий Молдовы, у Демократической партии самое большое количество людей, имеющих доверие. Имеющих крупное доверие. Ну, короче, это не соцопрос, а это просто издевательство над здравым смыслом, над социологией как таковой, над политической корректностью, если хотите. Ну, как так делать такие опросы и показывать их? И что самое интересное, да, что в этих опросах, вот господин Доро Петрович, он заявлял полгода назад, он говорил, я не буду участвовать в публичных презентациях опросов, их в тендерах. Вот участвует. Я не буду критиковать другие опросы. Критиковал. И когда полгода назад Ассоциация социологов показала опрос, в котором у коммунистов 32%, то есть 21 прямой и 32 в пересчете, господин Доро Петрович вышел и критиковал. И знаете, что говорил? Вот вам будет смешно. Как это так у партии Альянса? Он говорил это полгода назад, в марте 2014. Рейтинг выше, чем у партии коммунистов. Что сделали партии Альянса такого, что у коммунистов рейтинг ниже, а у них выше? Ну, я смотрел так. Ну, наверное, прав человек. Проходит полгода, и вот господин Петрович сам выходит с опросом, в котором у коммунистов еще меньше, чем давал Моканус, его Ассоциации социологов. А у партии Альянса еще больше. Ну, так а где же элементарная совесть? Где же элементарная порядочность? Где же элементарная? Нет, так что? За полгода произошло такое, что коммунисты падают, и они действительно упали. А партии Альянса растут? А где социалисты? А где там другие? А где антимафия? А где третья? То есть, на самом деле, рейтинг партии Альянса падает, и рейтинг партии коммунистов падает тоже. Почему? Потому что все эти партии рассматриваются электоратом как одно целое. Понимаете, как одно целое. А вот собрались там воры, бандиты, между собой распиливают, между собой договариваются, сами же бронятся, потом сами же мирятся, да. А мирятся всегда, бронятся и мирятся по одному и тому же поводу. Ты украл больше меня, а я меньше тебя. Понимаете? И вот из этого происходят всегда вот эти... То есть, я честнее? Да, я честнее, почему? Потому что я украл меньше тебя. А украл, почему меньше? Потому что я не смог украсть больше. Было бы у меня, возможно, я бы украл в два раза больше. Но возможности же не было, поэтому я честнее, да? То есть, если я человек, который не берет взятки, то это потому, что мне их не дают? Что мне их не дают, да. Вот, дай мне взятку, тогда мы посмотрели. А так как не дают, я поэтому честный. Не секрет, что те или иные партии, ну, наверное, практически все партии, проводят какие-то свои внутренние социологические исследования. Вот социалисты проводят свой анализ, предпочтение, кто же? Ну, знаете, были серьезные соцопросы, которые показывают сегодня 10-12% партии социалистов. Это так, как вам сказать, без... Но это растущий тренд, или это уже константы? Это тренд растущий, и у партии социалистов самый динамичный тренд, и самый динамичный рост рейтинга из всех партий. И это понятно почему. Ну, во-первых, вы видели сегодняшний, даже этот сфабрикованный опрос показывает, что за таможенный союз, даже им было неудобно до того, и так заврались так, что аж стены лопаются. Но даже они показали, что за таможенный союз 48, за евро союз 47, на один пункт больше за таможенный союз. На самом деле, я видел закрытые американские опросы серьезных специалистов, серьезнейших мировых специалистов, где за таможенный союз на 7 пунктов больше. Я говорю это со всей ответственностью, со всей ответственностью заявляю. Потому что я довольно стараюсь быть внимательным, когда идет речь о вопросах, цифрах, рейтингах, на 7 пунктов больше. 48% за таможенный союз. Хорошо. Какие партии ратуют за таможенный союз? Рената Усатый говорит, я не за немцев, не за русских, давайте подождем, давайте проведем референдум. Что референдум скажет? Если референдум скажет, давай идем в Монголию, ну идем в Монголию. А если скажет, идем в Европу, ну идем в Европу, то есть у Усатого позиции нет, это очевидно. У коммунистов, коммунистов я вам показал, только что говорил, что они уже сами запутались. Сегодня одно, завтра другое. Воронин хочет, как вам сказать, усидеться на трех стульях, на трех стульях и как всегда не сможет усидеть ни на одном. Потому что сейчас конфликт, идет столкновение с запад-востоком. Ты с кем? Ты с кем? Ты с единоверцами? Или ты с другими? Ты с теми, кто тебе помогал, когда тебе было тяжело, когда у тебя хлеба не было, когда был голод, когда тебе помогали. Так ты с кем? С тем или с этими? Ты с теми, кому сейчас нужна твоя помощь, которые братья по языку, по истории, по крови, по вере, по психологии, понимаете? Мы были в одной стране. Или ты с теми, кто к тебе приходит, понимаете, дары приносящие. Или ты с донайцами дары приносящие. Надо определиться. И Воронин мой точно определился. Он там, в той стороне. Он не здесь. И социалисты единственная партия, которая четко вот уже год говорит, таможенный союз. Все, без. Ни влево, ни вправо, только вперед. И люди это видят. Это 48%. Это огромный, это огромный сегмент. Это люди, которые разочаровались во всех. Которые смотрят, которые не знают, за кем идти. И вот команда, которая представляет интересы этого сегмента, это раз. И два. Команда, которую, с одной стороны, Миронов поддержал, с другой стороны, Нарышкин. Потом, я думаю, и Путин поддержит, и Патриарх поддержит, и другие серьезные представители Российской Федерации. Но очевидно, даже если этого не будет, очевидно, что Россия поддерживает эту команду. Поэтому идет рост. Идет рост рейтинга Дадона, идет рост рейтинга партии. Это очень динамичный рост. Динамичный рост. Эта партия собрала миллион подписей. Миллион подписей за таможенный союз. Сколько это? Вот и посчитайте. Это 60% электорального корпуса. Миллион подписей. Это раз. Два. Эта партия, которая единственная, единственная на этом, так называемом, как называется это, перепись населения, защищала молдавскую идентичность и государственность. А 65% молдаван за историю Молдовы. И 65% говорят, что язык молдавский. А из населения нашего, согласно переписи, населения 2003 года, 75% молдаван говорят, что они молдаване, только 3% говорят, что они румынов. Согласно переписи. Согласно переписи. Еще раз. Говорю вам. И вот Дадоны и социалисты активно стояли на этих позициях. Это два. Три. Делали митинги. Вы видели, какие митинги? 1 мая, 9 мая. Куда больше, чем у коммунистов. Делали бы последний митинг за таможенный союз. Там 1050 было. Там вся площадь была. Там концерты приходил маршал. И приходил, еще раз подчеркну, вот для всяких там, что я читал на одном сайте Блисти к Мишину, где написано, кто там приходил, кто там поддерживает социалистов. Как кто? Миронов, бывший из Питера и Монорыштин. Нынешний из Питера. И господин Йосиф Кобзон, который спел на этом концерте, еще раз объясню таким, как Мишин, который отлично понимает, но на всякий случай напомню. Йосиф Кобзон, это не просто Йосиф Кобзон, символ там и так далее. Народные артисты, СССР и так далее. Это еще и депутат Единой России. Это депутат Путинской Единой России. И такие люди не приезжают просто так. Это очень тяжелые, это официальные люди, которые приезжают только в определенном политическом контексте. Учитывая все это, учитывая только это уже, у партий социалистов идет серьезный рейтинг. И более того, партия социалистов, я вам напомню, что они единственное не ратифицировали договор об Евросоюзе. А за это, то есть они представили интерес 48% населения. Здесь хоть ты крутись так, сяк, этому электорату деваться некуда. В условиях, когда Воронин предал. В условиях, да, когда другие партии, которые появляются на левом поле, не имеют серьезных экономических программ, не имеют команды. Команды, покажите команду. Кто? Вот покажи экономиста, покажи юриста, покажи менеджера, покажи, что ты будешь делать. И что ты сделал до этого? Сколько рабочих мест создал? Сколько инвестиций принес? Сколько зарплат ты заплатил? Что ты построил? Это определенная история, которая может... Да, так я об этом и говорю. Вот появляются и другие акторы. Но я их просто спрашиваю. Покажи, что ты сделал. А, ты говоришь, что ты сделаешь. Ну хорошо, ты сделаешь. Но с кем ты сделаешь? Как ты сделаешь? На основе чего? Или опять будем на те же грабли наступать? Ну давайте наступим опять. Опять по лбу. И опять, да, себе мозги вышибать. Поэтому рост у партии действительно виден. Это динамичный рост. Рейтинг очень динамичный. И вы обратите внимание. Только на этом съезде, когда сюда приходят люди, только на недавнем съезде, вы видели, вышли 10 депутатов народного собрания Гагаузи. Это треть народного собрания Гагаузи. А в Гагаузи... Во главе с председателем народного собрания. Да, во главе с председателем. Это спикер Гагаузского собрания. Это председатель фактически единой Гагаузии. Я говорю про Федора Гагауза. То есть о чем мы говорим? А в Гагаузии около 5% избирателей молдавских. С тем голосует Гагаузия. Обычно та партия является в той или иной мере... Фаворит. Партия Фаворит, партия Проходящей, партия Победы и так далее. Коммунисты будут сыпаться. Это очевидно. И все это будет переходить к социалистам. Почему? Потому что социалисты это та партия, которая представляет те интересы, которые предала на сегодняшний день партия коммунистов. Последний вопрос, завершив под занавес. Понятно, что партия социалистов отстаивает исключительно только в своем лице все интересы наших сограждан. Которые вратуются за таможенный союз и за те левые ценности. Имеется в виду торжество труда, социальная справедливость. Только лишь одной этой партии отстоять все это довольно сложно. Так или иначе надо либо опираться, либо идти в партнерстве с кем-то. Ну конечно. Возможно ли какие-то коалиции или возможно ли контакт? Имейте в виду электоральные или постэлекторальные? И оба эти периода. Потому что если ведь не факт, что, например, не договорившись с некоторым мелким партиям, допустим, с более крупным политформированием, тогда, в общем-то, можно и остаться за бортом этих выборов. То есть не пройти избирательный порог. Господин Выжго, Вы правильно ставите вопрос. Переговоры постоянно ведутся. Переговоры постоянно существуют. Обмен мнениями и так далее. Но весь вопрос в том, что у наших... Вот у нас на молдавском языке есть понятие. Рынза, молдовиняск. Даже не знаю, как перевести на русский язык. Это надменность, что ли, или гордыня. Лидеры никак не могут договориться. А вот у Додона рейтинг мощный. Партия имеет структуру, газеты, поддержку внешнюю и так далее. Приходит там лидер какой-то партии, да, члены, все члены, которые помещаются в Жигуле одном. И остается еще три места свободных. Вот приходит он, любовница и Нанашка, да. Он говорит, мы партия, да, да мы, да мы, да за нами голоса. Сможешь, ничего там нет. А хочет то ли вторым, а то и первым, понимаете, по списку. Это раз. Два, хочет список 50 на 50. То есть, говорит, да у меня на Нашей одних и Кумовьев, да, штук 40 наберется. Любовниц там штук 20. Ну, типа, я могу заполнить этот список. В чем я лично сам сомневаюсь, заполнен этот список или нет. И с пеной у рта, понимаете, и мы. И что интересно, ведь на левом фланге, ведь есть же много людей, ну, мягко говоря, с подпорченной репутацией. Не хочу называть и так далее, но кто участвовал в каких-то коррупционных сделках, кто лег под партией власти, понимаете. Причем открыто, нагло, гордо даже, понимаете. Вот лег под власть, да, обслуживает власть, облизывает ее и гордится этим, да. Еще других критикует, дескать, вот ты не лижешь, как я, вот ты не целуешь власти. Извиняюсь за выражение, зад, как мы, да, как я и так далее. И теперь он приходит на переговоры и говорит, ну, давай, я буду фейсом, я буду лицом партии, за меня народ пойдет, там, и так далее. И ты смотришь на его 200 килограмм, понимаете, которые едва вмещаются, не то что в телевизор, он в дверь не проходит, ни передом, ни боком, ни как угодно. И вот смотришь и думаешь, ну, вот о чем можно договариваться с этими людьми. И более того, я-то двумя руками, я за эти места не держусь в списках, меня уговаривали, Богдан, приди туда-сюда, ты же всегда был за это. Я готов свое место всегда отдать, если есть люди, которые, я вам честно говорю, и даже мандат сложить, если увижу, что партия вступает в сговоры с Плохотнюком, партия вступает в сговоры там с олигархами. Я первый встану, сложу мандат, да, я скажу до свидания и так далее. Но тут с кем договариваться, о чем договариваться, понимаете, с такими людьми. И более того, и на этом завершу, я боюсь, что эти люди, я надеюсь, что будут еще какие-то перемены, может быть, будет блок какой-то, может, придут новые люди. Это однозначно вам могу сказать, новые люди придут. Но я боюсь, что если вести переговоры и строить мегаблоки, на второй день Додон останется он сам еще с двумя-тремя соратниками. Если он вот отдаст все места, таким товарищам с явно неоднозначной репутацией. То есть, после выборной поведения. Я говорю, как говорил Владимир Ильич Ленин, лучше меньше, да лучше. Лучше не такие уж богатые, красивые, не знаю что, но свои, честные, да, которые вот за люд, трудовой, да, за народ, а не за олигархов. Благодарю за этот разговор. И вам спасибо. Надеюсь, с зрителям было интересно. И в любом случае, сейчас, когда подступаем уже практически к непосредственной стартовой линии начала предвыборного периода, избирателям хотелось бы, наверное, самим себе ответить на вопрос, за кого же я проголосую 30 ноября. Я надеюсь, что такие наши с вами вечерние беседы помогают им определяться. Да, я надеюсь. Главное, чтобы пришли на выборы, понимаете. Голосовали по совести, по совести, да, и по справедливости, скажем так. По справедливости. А зрителям хочу пожелать, вспомнить девиз Романа Каверина, с которого я начал эту программу. Там говорилось, бороться, искать, найти и не сдаваться. Не сдавайтесь. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!